В большом выставочном зале Дома художников открылась выставка памяти Николая Максимовича. Художник не дожил до 65-летия ровно месяц. Коллеги решили удостоить мастера посмертной персональной выставкой. Тот, кто видел его картины однажды, не спутает Максимовича ни с кем. Его работы невозможно копировать, ему трудно подражать. В процессе письма или рисования, вы знаете, он не придерживался канонов или правил, которые свойственны другим художникам. Поэтому он, возможно, учился у моего отца еще в свое время. То есть он настолько был экспрессивен и не вписывался в какие-то рамки, что этот Колин почерк не похож ни на кого вообще. То есть особенный художник. На открытие выставки пришли самые близкие Николая Максимовича, родственники, друзья. Говорить о художнике в прошедшем времени у многих не поворачивался язык. Его живопись пульсирует и бурлит. Где одинополотно создаются ощущения, что необузданным мазкам тесно на холсте. Максимович любил свободу в творчестве. Кажется, с такой же свободой на полотнах играют краски. Он не злобливый, он был, можно сказать, тихий такой, сам в себе. Вот эта вся его творческая жизнь вот так вот прошла. Это потом будет видно и по работам. Потому что он делил себе эту вот такую нераспоясанность. Работать над картинами автору нередко приходилось в стесненных условиях. Но главным для него всегда был процесс созидания. С ним интересно было работать. Причем он был очень живой человек. И когда он писал свою работу, например, в Париже, он же перепачкал своими холстами в метро кучу парижан. И это было так как-то забавно все, как мы там удирали от всех этих моментов. То есть, такой интересный человек. Выставленные работы в полной мере демонстрируют все пристрастия и интересы художника. Максимович любил писать натюрморты и пейзажи. Портреты он создавал гораздо реже, но они не уступали по своей выразительности и силе. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.